Я хочу пригласить на сцену... О, слайд говорит мне, что сначала я хочу сделать напоминание, это правда. Напоминалка. Напоминалка она о том, что, во-первых, используйте правильные хэштеги, используйте информацию в нашем твиттере ЯИвент, там много чего бывает полезного, и не забывайте, пожалуйста, голосовать. На этот раз обращайте внимание, за какой зал вы голосуете, потому что мы зал номер один, а сейчас идет еще и параллельная секция в зале номер два. А вот теперь поехали. Я только хочу немножечко предварить... То, что я вижу на экране, меня не радует. Ну ладно, хорошо, что вы этого не видите. Я хочу предварить приглашение Ани Скай из Visual DNA коротким вступлением. Наверное, я просто заметил по реакции зала, что не все легко воспринимают на слух английскую речь. Вот когда Марвин выступал вначале, часть людей честно сбежали, потому что поняли, что не поймут, о чем речь. Часть людей откровенно напрягались. Для Ани русский язык тоже не то, чтобы вот такой регулярно используемый, хотя она им хорошо владеет. Поэтому, пожалуйста, учтите, что мы специально просили, чтобы Аня все-таки выступала на русском, чтобы максимальное количество людей легко воспринимало смысл, а не пыталось в уме что-то переводить. Поэтому большая просьба, отнеситесь спокойно и с пониманием, что будут проскальзывать английские словечки, они вообще норма в нашем маркетинге, а уж особенно в маркетинге технологическом, интернетовском, и будут, может быть, какие-то запинки, паузы. Наоборот, огромное спасибо Ане, что она будет рассказывать нам все по-русски. Теперь я надеюсь... Ой, подводку мне не сделали с представлением Ани, поэтому сразу первый ее слайд. Аня, прошу. Спасибо большое. Кликер и то, что на экране, ты видишь здесь, чтобы не оглядываться. Great, great, great. Всем добрый день. Спасибо большое Яндексу, что нас пригласили. Это у нас второй раз мы выступаем на этой конференции. Первый раз мы выступили в прошлом году, и мы делали демо нашего главного продукта, называется Y-Analytics. Рекомендую всем зайти сейчас в интернет, visualdna.com slash y-analytics or slash y. Мы будем сегодня говорить про данные, про большие данные. Я люблю называть их big data, потому что это уже слово, которое проскочило весь лексикон, все разные languages, и big data — это big data. Мы будем немножко говорить про аналитики, и именно что интересно о visualdna, почему visualdna выступает тут, почему у нас, какие у нас данные. Начну с того, что visualdna — это компания, которая умеет понимать интернет-пользователя и их профиль онлайн. Я называю это наш digital eye. То есть вы заходите в магазин, вас видит продавец, и он про вас может сказать уже, что девушка замужем, не замужем, с детем — это все ваш профиль. Офлайн мы хотим сделать такую же самую экосистему в онлайн. Вот что делает visualdna. Ой, не в ту сторону. Sorry, sorry. Немножко про big data и psychology. Visualdna — это big data and psychology. Big data — это что? Это аналитика, это модели, look-alike, inference. Думаю, про это много знают, особенно те, кто очень активно сидят за Яндексом. Яндекс молодцы, они много чего сделали в сфере big data. Про демографию, думаю, любой e-commerce знает. У вас есть ваши first-party data. Это данные, которые человек вбил, когда он зарегистрировался на сайте, when he did his login. Это данные, которые он вам дал, когда он что-то купил. Эти данные можно использовать. Это демографические данные, purchase data. Но это не все. Это не все. И вот я дам вам пример. Недавно я рассказывала со мной клиенту вот именно этот пример. Клиент хотел замужных женщин 25-35. с детьми, у которых есть своя квартира или свой дом. И все. И мы пытались им объяснить, что это не все, что есть большая разница в этой демографии, и что если мы копнем немного дальше, мы поймем, что у этих людей есть совершенно другие подходы к жизни. И так и случилось. эти люди распались на две аудитории, которые очень были непохожи между собой. Одна аудитория была похожа на домохозяек. У них был свой дом, своя семья, но они были дома, и они очень много времени тратили на saving money или покупать еду в магазине. Такие вещи, которые делят их от других женщин. Опять, та же самая демография. Женщины были карьеристские, они меньше времени проводили дома, и к ним подход, если мы маркетологи ищем подход к своим клиентам, к ним подход был совершенно другой. Если женщина все время проводит на работе, как к ней подойти, какой маркетинг, какой баннер, какой имейл ее сделать, отличается от той женщины, которая сидит дома. Еще вот интересная вещь, мы делаем очень много разных таких dynamic reports и показываем клиентам, как меняется аудитория, если меняется профиль, и как меняется, что они покупают. Мы можем показать, что люди, женщина, которая больше думает о семье, она покупает больше во вторник, она покупает утром, потому что тогда у нее есть немножко больше времени, днем она занята семьей, но она покупает немножко позже, чем та, которая бы если бы работала. И какие продукты она покупает. Это было немножко про visual DNA. Я бы хотела перейти в те вещи, которые, я думаю, вам будут более интересны. Это кейсы, это понимание, именно зачем нам нужны большие данные, и что с ними делать, и какие самые важные. Я выбрала top three things, которые я считаю, вот сейчас для меня самые интересные, самые актуальные в мире больших данных. Многие коммерсы используют Google Analytics, Яндекс.Метрика, TNS, поэтому у вас есть уже понятие про где, что, когда, то есть где этот покупатель, что он сейчас делает, какой он был search, геолокация. Вся эта информация уже у вас должна быть, у вас есть куча классных инструментов. Используйте Яндекс.Метрику, замечательный инструмент, сама его очень люблю. Где начинается быть более интересное, тогда мы добавляем, как мы называем why and who, то есть кто это за человек, почему он пришел на ваш сайт, поймите его немножко глубже, дайте ему правильный продукт. Зная столько много о профиле, вот этот слайд, мне он нравится, я думаю, что если у вас есть маркетинг one-on-one, вы понимаете, что мы много знаем про те, кто покупает. Да? 3% это те, которые купили что-то на нашем сайте, но 97% это те, которые еще не купили, ушли, и многие из нас, я думаю, делают аналитику и на этих, конечно, надо знать, кто у вас покупатель, и на тех, потому что почему человек ушел и почему человек не купил, даже гораздо более important, чем знать, почему человек купил и кто он по себе. Знать профиль того, кто не купил, помогает вам оптимизировать ваш бюджет, если этот человек не купил что-то у вас, то, может быть, для участия нужно его покупать и находить, да, за него платить деньги. Это как бы понятно. Я считаю, что любой маркетинг менеджер об этом знает. Но когда мы добавляем больше и больше данных, и эти два портрета становятся больше и больше разными, тогда это начинает быть очень интересно. И наши кейсы, вот я про кейс просто покажу немножко, наши кейсы именно вот об этом поинте, что понимая клиентов, вы понимаете, что разница становится больше, если у вас есть больше данных. Третье. Predictive Analytics очень интересная тема, сейчас очень мега актуальная. Думаю, что про Amazon сегодня сказали почти каждый человек, кто выступал на этой сцене. Я тоже хочу им поклониться. Я считаю, что компания просто мега интересная. Насчет Predictive Analytics. Вот если мы подумаем об Амазоне, я потом покупаю вещи очень часто, я не считаю, что они делают мега крутой маркетинг. Их рассылки так себе у них не очень, они не думают, что у них есть большой, какой-то другой подход к маркетингу, но что у них есть, это у них есть мега-мега-мега cool Predictive Analytics. Они могут с твоего первого клика, если со второго уже, понять, что ты хочешь купить. Об этом Джефф Бейсос говорит очень часто, что он сейчас строит эти большие boxes, warehouses к центрам, к большим центрам, где живут люди, к большим городам, и уже он сможет понять до вашей покупки, зная вашего behavior онлайн и покупательское, и про вас, как людей, он сможет тоже делать этот predict. Visual DNA делает то же самое. То есть, зная информацию о людях, мы уже на первом клике пришел, сколько раз, два-три пришла на сайт, если мы про него что-то знаем, мы уже можем тогда сказать клиенту, купит ли что-нибудь это Кука или не купит. Вообще, можно про данные, про большие данные говорить очень много. Я недавно вот общалась с клиентом, пыталась, вот клиент мне говорит, что я хочу быть, я хочу быть I want to be able to fight offline. То есть, я хочу бороться с оффлайном. Почему? Потому что у оффлайна есть такая крутая штука, что когда ты приходишь в магазин, тебя вот клиент может тебе клиент, покупатель, да, the person that's selling, продавец, thank you, продавец тебя увидит и уже сделает predictive analytics прямо on the spot. Кто ты, какой у тебя телефон в руке, молодая или не молодая, с подружкой или без подружки, а сейчас вот, не помню, кто ты сказал про iBeacons, слышал, что такое iBeacons, да? Это мега крутая штука. В оффлайновских магазинах строятся такие коробочки, прикрепляются к стене, которые через Bluetooth и через Apple или через Wi-Fi могут определить, кто ты, могут взять большие данные, ваши social data, ваши покупочные данные и в оффлайновском магазине дать вам то же самое, что и делает Amazon, то есть дать вам продукты, которые вам подойдут. То есть делать персонализацию и таргетинг в оффлайне. Если оффлайн такое начнет делать, то онлайн должен приезжать еще больше, еще сильнее, чтобы победить оффлайн. Поэтому используя данные, predictive analytics становится очень-очень важным. Всегда люблю этот слайд, я часто показываю своим клиентам. Данные, 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 такое секси слово, очень легко в них запутаться, их очень-очень много, терабайты данных. Иногда бывает так, что компания не имеет ни персонала, ни data scientists, ни analytics. Нужно сделать фокус. И вот я рекомендую маркетологам понять, какие у них есть задачи. Или у тебя есть задача привлечения клиента, тогда у тебя один подход к данным. Вот в этом смысле с данными и со системами RTB очень актуально работать. конверсии клиента или удержание. Данные работают немножко по-другому с каждым из них, и поэтому понимайте, какая у вас стоит задача, как маркетологи. Хочу перейти к кейсу. Кейс очень недавний с компанией Waitrose. Не знаю, кто знает эту компанию. Это большой супермаркет в УК. это азбука вкуса наша. Мы сделали кейс с этими ребятами, работаем с ними довольно долго. Этот кейс на маленькую часть их сайта, который делает гифт, хемперс, цветы, шоколад. На 8 марта такие продукты. Немножко про кейс. То есть за 30 дней поставили таги на их сайт. Таги и конверсионные, и обыкновенные tracking tags. То есть мы видели все покупатели, которые проходили по их сайту и ставили свои профили. То есть приходит кука, мы ее понимаем, видим, и под нее мы вырабатываем ее профиль. За месяц мы увидели 364 тысячи уникальных пользователей, и этих пользователей через нашу модель, через нашу механику мы посадили, уложили в 8 разных сегментов. Сегменты были построены и на данных Waitrose, то есть first party data, и на данных и на purchase behavior, то есть если они что-нибудь раньше покупали, мы об этом тоже узнаем, и самое главное на профилях visual DNA, то есть psychographic data. Мы увидели за 30 дней 20 тысяч покупок, полтора миллиона выручки, и что мы хотели показать Waitrose? Мы хотели показать им, что эта идея predictive analytics, о которой мы говорим, мы можем сделать predictive analysis и показать с первого же клика, то есть когда Кука пришел на сайт, купит ли этот человек или не купит. Если вы e-commerce, такие вещи знать очень-очень важно. Вот график, который объясняет весь этот кейс. С левой стороны это наши аудитории. Gifts, flowers, вино, garden, вы понимаете, это такой сайт, да? То есть все, кто пришли, попали в одну из этих восьми категорий. Let's take a look. Вот есть граф, который показывает средняя стоимость транзакции, сколько эта Кука купила, и средняя стоимость увеличения покупателя. У нас были данные, откуда он пришел, и у нас были данные, сколько заплатил за него Waitrose. Как интересно становится картинка. Во-первых, видно, что среднего не бывает. Если вы деньги тратите из вашего бюджета на просто среднее, это waste. Нужно смотреть на каждую аудиторию. Например, аудитория номер один, да, вот, малепусенькая вон там вот, это gifts and hampers. То есть видно, что она очень дорогая и приносит очень мало денег. То же самое, честно говоря, со второй, и даже еще хуже. Потому что если Waitrose, ребята очень умные, мы с ними очень много общались об этом, графике, они нам говорили, мы уже знаем, что вот такие вот ребята, они нам ничего не приносят, поэтому мы их мало покупаем. Но оказывается, они не знали вот о вторых. То есть они купили их много, оно стоило более не менее дорого, но стоимость транзакции была очень-очень маленькая. Интересный поинт, это номер 6, аудитория маленькая, стоит даже меньше, чем на аудитории номер 2, приносит в 5 раз больше денег. Интересный кейс, Waitrose said вау, и тогда мы им объяснили, как эту аудиторию можно находить. То есть когда они покупают клиентов, а Waitrose покупает клиентов, это все было сделано под систему RTB. Они хотели понять, какие клиенты им нужны и где их нужно покупать, то есть какие данные нужно было использовать. Мы показали, что этот номер 6, который мега-мега крутой, который стоит мало, но приносит много, это панацея любого e-commerce. Вот этот клиент, то есть вот те таги, вот те сегменты, на которых нужно обращать внимание, когда Waitrose заходит в их RTB системы и покупает. Но это не только для RTB. Понимая, что именно такие люди входят в сегмент, который им приносит много денег, они меняют свои брифы, и они начинают думать о своих клиентах немножко по-другому. Это просто немножко о том, не могу показывать вам real numbers, но мы просто делали вот такой скриншот для них и показали им, какую информацию мы можем им дать про их лучших клиентов. А вот та двоечка, которая была внизу. К сожалению, много было на него подачено денег, но было видно, что эти occasional flower audience, дело в том, что occasional flower раз в месяц или даже реже и покупают один раз. Это на 8 марта, на день святого Валентина, на день рождения. Такие люди и сами бы вас нашли. Такая была вот, это как поняли это waitress после этого анализа. Они бы сами нас нашли, никакого смысла нет на них тратить деньги. Давайте тратим деньги на те, которые придут еще раз и еще раз. Результат кейса. Тут еще одна очень интересная ее объяснить. Мы могли сделать predictable analysis, показать waitress, что мы можем понять с первого клика, купит ли человек или не купит. Но мы нашли еще почти 20 тысяч клиентов, которые похожи на тех, которые купили, но которые не купили. То есть что нужно было делать? Нужно было к этим клиентам определить немножко больше внимания, give them more attention и дать им какой-нибудь deal, какой-нибудь купон, voucher, как-нибудь опять притащить их на сайт, потому что более актуально, что именно эти купят. Я надеюсь, что главный поинт моего спича был понятен. Я хочу его еще раз сказать. Я считаю, что это мега важно. Не каждый клиент стоит одно и то же. Это маркетинг 101. Я думаю, это все знают. Чем больше мы знаем про клиента, чем больше мы знаем про его профиль и чем больше мы знаем про тех клиентов, которые именно на нашем сайте покупают, тогда мы можем отрезать те, которые стоят дорого или можно даже стоить дешево. Но все равно не покупают ничего и больше времени и денег будем уделять тем, которые по-настоящему приходят в наш сайт и становятся нашими фулл-тайм покупателями. Это любимая фраза, мне кажется, сейчас в Visual DNA в нашем офисе. Один из наших аналитиков. Просто знаете ваших клиентов, знаете, что они не просто цифра. И спасибо. Спасибо большое. На самом деле мы не совсем прощаемся с Аней. У нас еще два доклада, а потом в завершающей части этой секции у нас будет общая дискуссия всех трех докладчиков, которые перед ней успеют выступить. А теперь обещанный скептик. Я думаю, что Алексей Иванов, Леш, поднимайся, пожалуйста, на сцену. Многим здесь известен. Алексей, во-первых, много работает, я думаю, здесь его клиенты имеются. И субтитры